Микс Ньюс Заместитель начальника Бюро Государственной Полиции по надзору за движением Андрис Лоцун в студии. Доброе утро. Доброе утро. Говорим мы сегодня о безопасности на дорогах. Начнем, наверное, со статистики. Насколько этот год у нас удачный, неудачный, если можно так говорить, в отношении таких чрезвычайных происшествий и ДТП? Ну, если мы берем в целом этот год и прошлый год, то ситуация как минимум не улучшается. Скажем, в этом году уже, если мы посмотрим цифры, то уже на 15% увеличилось число погибших. Ну, число пострадавших, число ДТП не увеличивается, но число погибших увеличивается. В том числе число, те люди, которые пешеходы, люди, которые ездят на велосипедах, это число увеличивается, и тут это такая плохая тенденция. Это тенденция, потому что пешеходы и велосипедисты невнимательные, или это вина автомобилистов, как правило? Ну, есть, в принципе, это из-за того, что произошло много таких серьезных аварий, где много пострадавших. Более одного человека погибло, и пассажиры. И много случаев именно пешеходы сбиваются на дороге. Последний случай, когда две женщины переехала грузовая машина из Эстонии, ночью не заметила просто на дороге. Ну, такие случаи довольно часто. И фронтальные удары, и съезды с дороги. Это, по сути, самые такие главные моменты, почему люди погибают. Вот, все-таки, по поводу фронтальных ударов, все-таки вы это с чем связываете? Не знаю, там, превышение скорости, плохие дороги, может быть, не очень хорошая оценка самим водителям ситуации. Вот, есть ваш анализ, о чем говорит? Ну, каждый случай, конечно, индивидуальный, но у нас были случаи, где были видны на регистраторах машины, ну, других машин, и видно было, а это авария. И, в принципе, так сразу нельзя понять, какая причина была водителя, почему он вдруг именно, скажем, выехал напротив грузовой автомобиля на прямой дороге. Ну, это, скорее всего, или он чем-то был занят, или он сидел в телефоне, или он заснул. Это надо уже следствие решать. Но ясно о том, что многие из этих аварий вообще необъяснимы в том плане, что... С точки зрения логики. Да, и с точки зрения логики непонятно, почему машину вдруг взял и съездил в Куэт. Но есть многие аварии были, где, скажем, в городе, ну, трудно сказать, или это самоубийство, или просто безумие в городе, или уехать на большой скорости и не справляться с управлением. Много молодых людей погибло, врезаясь в стены. Две аварии были в резекном Волосте, там, в одном случае абсолютно пьяный человек по три промилле, полный, набитый машиной детьми, несся по грунтовой дороге и просто въехал в озеро. Один ребенок погиб, а остальные все были тяжелораненые. То есть вообще неизвестные, да? Да, там было шесть человек, из них, наверное, половина взрослых, половина дети. Непонятно, почему остальные взрослые что-то такое допускали на машине без техосмотра, без прав. Человек едет в трех промиллях. Это вообще какая-то необъяснимая вещь. Безумие какое-то, да. Именно так еще ввести детей в таком состоянии. Автовая авария, да. Молодые люди тоже не справились с управлением на грунтовой дороге и тоже съехали, врезали с дерева, и машина загорелась. Вот такие самые, такие, может быть, страшные аварии. И два случая было, да, грузовики. Просто взорвалась шина, грузовик выехал навстречу, и такие тоже две аварии уже были. Поэтому, что касается грузовых автомобилей, мы вот решили, сейчас работаем так интенсивно, смотрим на резину, на шины, думаем, что поменять в законе. Потому что вся проблема – это так называемые наварки. Ну, шины которых, и их просто запретить грузовым автомобилям, как минимум, на передних колесах. Потому что, если эта шина уже старая, 10 лет, то вы уже, наверное, сами видели по дорогам, такие облупки от резины валяются. Вот это проблема, из-за чего взрываются шины на грузовиках. Да, вот это интересно. Вы напомнили по поводу грузовиков. Мне создалось такое ощущение, опять-таки, нельзя, наверное, обобщать, что многие водители фу, как-то, ну, расслабились, не расслабились, почему-то решили, что, вот, если мы говорим в народе дорожная полиция, что она сейчас вообще, в основном, обращает внимание на скорость. Я почему говорю, потому что несколько раз я обратил внимание, что уже фуры начали ехать, может быть, он не был груженый, но уже едут по Вантовому мосту. Да, так сказать, там я смотрю, так все водители тоже плечами пожимают, удивляются, потому что все-таки у нас по Вантовому мосту еще фурам запрещено ехать. Видимо, на это тоже придется обратить внимание. Не, ну, естественно, те водители, фурники, свои группы в WhatsApp, они, прогресс идет, они докладывают, где полиция, они знают, что ресурс полиции уменьшился, что больше нет так много полицейских на дорогах, как это было раньше. И они используют его, возможно? И естественно, ну, естественно, что используют. Особенно это явно в регионах. В Риге еще какая-то, вокруг Риги есть полиция, а в регионах это уже, этот ресурс намного меньше. Поэтому мы-то работаем с тем ресурсом, который у нас есть. Но и те, кто хочет нарушить, они же тоже не дремлят. Вы связываете увеличение количества таких тяжелых аварий с тем, что полиция меньше, возможно, кто-то где-то может там без права сесть или в выпившем состоянии? Ну, так трудно сказать, потому что это уже каждый человек индивидуально решает, как он будет себя вести на дороге и, скажем, тот самый Вейз. Ну, многие ездят на Вейз, чтобы не попасться в полицию, но Вейз тоже такая лотерея, потому что может получиться так, что ты едешь по дороге и там все показывают, что есть полиция, а ее там нет. Ну, кто-то едет, отмечает, отмечает. В принципе, это дисциплирует. Всем кажется, что тут очень много. По-реальному она просто передвигается. Как вот, кстати, да, новые технологии, ими активно пользуются водители, пользователи ими полиция, для того, чтобы тоже вы уже как-то можете наблюдать, смотреть, так же, как обычные пользователи. Ну, со стороны полиции, что они будут сами себя видеть, по сути? Ну, не, ну, мы, в принципе, относимся к этому спокойно, потому что, ну, Вейз, это, он все равно не может абсолютно 100% гарантировать вам какую-то, ну, способность, там, не знаю, избежать встречи с полицией, потому что у полиции есть нетрафорированные машины довольно много, их трудно заметить, и, в принципе, можно и пропустить рейд. Сейчас очень интенсивно работают мотоциклисты, которые появляются быстро. Кстати, да, не было, и вдруг они есть, да. Так, вы говорите, по телефону подъезжает к вам рядом, хоп, уже протокол. Кстати, вот это хорошо, что по поводу телефонов, что вы тоже напомнили, действительно, насколько сейчас активно этим полиция занимается, потому что, ну, все равно время от времени наблюдаешь, если кто-то едет медленно по левой полосе, да, ну, сразу же есть подозрение, что он не заснул. Мне кажется, постоянно. Да, он просто в телефоне, поэтому обязательно по левой полосе, чтобы тормозить движение, все как надо. Не, ну, телефон – это большая проблема, она становится все больше и глубже, и даже не то, что человек говорит, а то, что он сидит, не знаю, в Твиттере, в Ютубе, пишет что-то, он зеленый свет горит, да, он что-то пишет, абсолютно не думает о дороге, и мы уже сейчас, в принципе, если сравнить с прошлым годом, уже на это время составили больше протоколов за телефон, чем было почти столько же, но до конца года это уже будет в два раза больше. Мы надеемся, что запустим, наконец-то, наш автомобиль, который будет автоматически фиксировать эти случаи, ну, как фатурадар. Просто будет ездить машина, в ней стоят три камеры, и эти камеры фиксируют… Фактически не останавливая движение поток. Не останавливая, а просто в потоке, вот вы едете, камера фиксирует, что вы пишете… Да-да-да, может, иногда потоке, ну, как выловить всех, да, так сказать. Не, ну, если вы стоите на месте, закон не разрешает вам использовать… На месте, да. А как только есть движение, камера фиксирует, что вы используете телефон движений, штраф был поднят буквально недавно от 25 до 100, и нет предупреждения, так что, как минимум, 25 евро может прийти… Ровно год назад как раз. Да, ну, вот это будет работать, будет работать, похоже, как протокол фоторадара. Не надо будет останавливать человека, он просто придет в протокол домой. Как на фоторадар, то есть сразу фиксируется… Да. Нет ли такой некой абсурдности в законе, что, по сути, человек, например, стоит в пробке, что-то пишет, движение начинается, он вроде как откладывает, еще одним глазом все-таки подсматривает, и вроде он не в движении, он стоит там в пробке или на светофоре, но он все равно этот телефон взял, у него уже рассеялось внимание, он уже может там что-то спровоцировать, какое-то… Ну, да, ну, это первый шаг, поверьте, тяжело нам давалось даже это пропустить через, как бы, в закон, чтобы это прошло, поэтому, ну, мы уже рады, что есть такой, такой вариант хотя бы, с ним работаем и… А в других странах уже это действует? Это давно, в Эстонии уже давно, их там, кстати, минимальный штраф 100 евро. И там не одна машина уже, да? Нет, там машины, я не знаю, есть ли там именно в таком виде контроль, там контролирует полиция, но у нас, если запустим эту машину, будем смотреть, как это работает, это сразу будет, как только будут приходить такие протоколы, сразу пойдет это по людям, по чатам, все поймут, что, ого, я даже не знал, он просто проехал, а машина рядом, там, и ты уже не знаешь, в какой момент тебя могут просто зафиксировать. А когда планируется эту машину запустить? Ну, мы надеемся, что там проблема совместить софты сейчас с нашими, но мы надеемся, что где-то в конце месяца могло быть такое, что мы его запустим, этот проект. Но она тоже не трафарированная будет. Да, естественно, не трафарированная. Берегися, кто мой мир просто. Ну, не буду говорить, какая. Чтобы никто не знал, она просто будет такая незрачная машинка, ездит по городу. 6-7-2-12-93-9-9, 6-7-2-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. Да, у нас есть какая-то вопрос, одевайте, пожалуйста, наушники. Сейчас будем принимать звонки. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро. По поводу телефонов и навигаторов. В Испании 400 евро штраф считается тяжкое нарушение правил. Но я не об этом хотел обратиться к вашему собеседнику, а задать конкретный вопрос. Когда вы наведете порядок с циклопами и неотрегулированными фарами? Вопрос элементарный. Навести можно его в течение, я не знаю, одним распоряжением. Но я как-то пытался считать примерно 10 машин. В Латвии едут с неотрегулированными фарами, видимо, меняют лампочку, видимо, после этого сдвигается фара, ехать невозможно. Сейчас машина повыше у меня стала, как бы меньше, обращая внимание, но все равно приходится и козырек опускать. А бывает так, что сзади станет какой-нибудь, извините за выражение, ну, не буду, ладно, старая машина, за которой сидит молодой человек, и у меня затемняется зеркало автоматически, и он меня слепит. То есть проблема с фарами, либо одна фара, либо неотрегулированные фары, эта проблема не решается годами. Ну, решите ее наконец-то. Спасибо большое. Хотя я так понимаю, что во время техосмотра это проверяется, но он понимает, что за год все может поменяться, да, и лампочки могут поменять. Но я тоже порасталкивался с это. У меня даже иногда кажется, что это какой-то включили случайный дальний свет, потом ты уже понимаешь, что просто неотрегулирован ближний. Не, ну, в принципе, есть еще проверки на дорогах ЦСДД, вместо полиции. Да. Это не те, что на техосмотре, а просто на дорогах. Да, на дорогах. Что касается того, может ли полиция что-то такое проверять, во-первых, у нас нет оборудования. Когда мы начали думать, что с этим делать, оказалось, что есть такие экспертные, как бы надо быть экспертом, чуть не пройти сертификацию, пройти обучение, чтобы именно эти фары проверять на дорогах. Во-вторых, чтобы их проверять, их надо проверять на ровной дороге, где-то на плацах. Ну, это нельзя просто где угодно стал, что-то вытащил, подложил к лампе, там надо быть каким-то углом, и нам просто запрашивают, что вам надо проходить сертификацию, и поскольку это вопрос ЦСДД, ну, так он, в принципе, и остается, что на техосмотре только проверяют, и проверяют на техосмотрах, что на дороге. Ну, есть, естественно, такие люди, которые и лампочки меняют, и потом стекла тонируют, надо такой запасаться таким терпением, все это делать, переделать, это же работа довольно большая, чем новее машины, такие затратные. Да. Но, видимо, людям, есть какая-то категория людей, которая это делает, но есть люди, которые просто не следят за техническим состоянием, или не понимают этого, вовремя не смотрят, что выгорел свет, не переключается с дальнего на ближний. Ну, с этим мы боремся, этот вопрос мы можем решать. 2-3-0-6-1-9-1, это номер нашего WhatsApp, можете нам писать и туда, зачитаем ваши вопросы. Да. Может быть, еще такой вопрос, который, или ты хотела задать? Да, летние каникулы сейчас, вот, и больше, вернее, машин меньше, а школьников шальных больше, на дорогах и на перекрестках в том числе. Ну, скажем так, их стало не больше, а их стало меньше, они разъехались по лагерям, по деревням. Так что летом, скажем так, есть, конечно, места, где дети собираются, ну, они, в принципе, известны, и там тоже работаем, но в большинстве все-таки у нас самая интенсивная работа будет именно уже когда школа начинается, уже когда все с лета вернулись, уж еще не привыкли к тому, что много машин, и машин сразу становится больше, и тогда мы интенсивно работаем с детьми возле школ. Летом все-таки в этом плане поспокойнее. Готовится какая-то компания? Естественно, ну, мы каждый сентября, уже конца августа начинаем с этим работать, напоминать, рассказывать. У нас, может быть, смотрим уже новая проблема, появляются так называемые самокаты. Мы уже сейчас начинаем думать, что с этим делать, потому что пока еще взрослые едут на самокате, куда они идут, а уже дети начинают на них ездить, уже ездят на таких каких-то супер самокатах. Я смотрел, я ехал на машине, где-то было по, ну, по крышу амбару на 30 километров в час, на 32 было, и меня как стоячий он обгоняет, так согнулся и летит на этом. У него такое ощущение, что он не понимает, что есть правила для лужи движения, что он не один. Так он не понимает, что там еще велосипедисты, там ходят пешеходы, и он так присел, летит, но у него везде лампочки включены. Каждое утро на работу едут, один такой паренек летает на этом самокате. А какие мысли по поводу этих электросамокатов, потому что и велосипедисты от них страдают, и водители от них страдают, и пешеходы тоже. Были ДТП, уже были ДТП, просто пока, ну, одно такое, очень такое серьезное было, где пострадали оба, там велосипедист самокатом не поделил дорогу. В принципе, уже, я понимаю, СДД интенсивно работает, какой статус, как его, какой статус дать этому транспортному средству в Испании, в Франции, это уже большая проблема, в Франции уже шесть случаев погибших, и там уже серьезно все это запрещают. В принципе, я понял, что и в России тоже это проблема, там тоже думают, что с этим делать. Ну, мы, наверное, будем брать какой-то европейский пример, и как они это решают, и будем в это как-то в Латвии. Потому что, если не в этом летом, то, я думаю, следующим летом их уже будет столько, потому что уже даже слышал у людей социальных, что, о, там же нужно пьяному ездить, даже прав ничего не надо, и штрафов нет. Отличный выход нашли, да, могут запретить тоже, вы сказали, что европейские, один из европейских сценарий. Ну, как они, во-первых, надо понять, где лучше им ездить, а с какой скоростью, это вопрос потом, может быть, даже вопрос какой-то, окты, если происходит ДТП, что случается. кто вообще, да, именно так, ну, там надо смотреть, что с этим делать, потому что, так просто, а что-то запретить тоже не получится, потому что народ, он как не любит, что что-то запрещает, говорит, самокат, почему я должен что-то тут, какие-то права, или правила знать, я типа пешеход. Да. Вот, что касается еще одной категории участников дорожного движения, велосипедистов, создаётся ощущение, что вот некоторые, которые сели на велосипед, им почему-то кажется, что, во-первых, они одни на дороге, во-вторых, правила на них не действуют, может, они даже их не знают, потому что, ну, вот часто сталкиваешься, и вот прямо навстречу несутся, я уже не говорю о том, но это уже больше осенью, да, вот когда рано становится, темнеет, и мы видим, что едет велосипед, и вот такое ощущение, что они тоже, видимо, хотят в категории самоубийц попасть, чёрный велосипед, чёрная шапка, ещё какие-то наушники, так что ничего не было, не слышно, не видно, без отражателей, и вот он несётся по дороге, да, но вот куда он несётся, и как далеко он уедет, это вопрос. Не, ну, ему надо понимать, что, во-первых, каждый сам отвечает за свою безопасность, но если человек считает, что он бессмертный, ну, в любом случае, если он будет, столкнётся с машиной, то пострадает явно не машина, пострадает велосипедист, плохо то, что пострадает эмоциональный шофёр машины, который, в принципе, не виноват, ему сказано, по закону, скажем, на велосипеде переезжать, пешеходный переход на скорости пешехода, если он вылетает где-то из-за дома, и прямо тебе под колёса, и тогда уже начинается вопрос, что там виноват 50 на 50, почему ты не увидел, иди, докажи, что он там ехал быстро, если тебе нет регистратора, ну, там много нюансов, они их рассматривают, ну, культура вождения велосипеда почему-то ухудшается, потому что количество людей, на которые ездят, увеличивается, и часть, наверное, это особо не умеет делать, но те, кто уже, или вторая часть есть, которым кажется, что они уже так всё умеют, они ездят на красный свет, там переезжают дорогу, по-разному. И главное, вы пытаетесь машину, можно поездить, амбар на поезде, там, что только не происходит, там, вообще, три субъекта на дороге, трамвай, машина, велосипед, и эти самокаты, они там всё разбираются, ты кому там, если станешь нормально, что велосипедист ехал, тогда тебе трамвай, всё время звонит, почему не пропускаешь, а станешь на дорогу велосипедист, а тогда тебе ездят, тебе машине по колесам стукают, почему ты там его не пропустил, но там разные вещи. что велосипедисты ещё пытаются как-то так объезжать автомобили, не понимая, что буквально там на секунду замешивался, водитель не посмотрел боковое зеркало, рулём, и нет велосипедиста, да. Ну да, но там скорости маленькие, конечно, там, может быть, так страшно не будет, но я уже смотрю, что они, велосипедисты, конфликтируют место с собой, потому что есть те, которые едут медленно, а есть те, которым это не нравится, они там пробуют их обгонять, ну так интересно, ну. А вы сказали, что ухудшается культура вождения велосипедистов, есть, ну, это по статистике, вы смотрите, по количеству ДТП увеличивается? Ну, количество ДТП увеличивается, и в принципе, это такое ощущение, ну, что можно читать, писать, что люди говорят в тех же самых социальных сетях, это же у всех на слуху. У нас есть звонки, мы сейчас их и примем, доброе утро, слушаем вас. Доброе утро, у нас в Каугуре какое-то сумасшествие, очень большая проблема с пенсионерами, не доходят 2-3 метра или до зебры, или до светофора, идут на красный свет, так еще и внуков тащат, вот что с ними делать, еще и машине потом погрозит палкой или кулаком, что это что-то ужасное в последнее время. Да, но это не только в Каугуре, к сожалению, очень часто мы наблюдаем эту картину, и не в последнее время, это все время так. К сожалению, старого человека все труднее убедить, что так делать не надо. Если детей еще можно как-то убедить, где можно идти, где нельзя, то... Ну, кстати, какое-то время назад была компания, которая тоже вызвала, вызвала некоторое... Бурю негодований. Бурю негодований. Вы тоже почувствовали, да, я так понимаю, что много вопросов. Какое-то она возымела действие, или вы так решили больше эту группу людей не трогать? Не, ну, будем напоминать, наверное. Мы не можем все время этой компании проводить, они, конечно, так же, как и на празднике, так же, как и другие. У нас много разных вопросов. Вопросы безопасности, не знаю, вопросы детских сидений, вопросы там резины, летняя, зимняя, пешеходов, отражателей. Хотя с детскими сидениями, мне кажется, уже как-то вроде бы есть эффект. Ну, есть, но еще, еще, еще есть случаи, да, еще все-таки и сзади сидящие не понимают, что надо пристегиваться. Так что, еще есть там, где работать, в принципе. Ну, мы так и работаем, как бы, приходит темное время суток, уже смотрим больше на пешеходов, на отражателей, на дороги. Ну, тут проблема два, с велосипедистами, с остальными, это инфраструктура. Инфраструктура для велосипедов, она не такая, как в Европе, почему-то такую ее и не делают, хотя, в принципе, было бы логично делать именно, уже по известным шаблонам. много где уже, где состроены разные, не знаю, поселочки там, везде есть дороги, много нету даже тротуаров, нету освещения, так что, пока не будет всего этого, всегда будут моменты и ситуации, где водитель с пешеходом будет конфликтировать, и в конце концов будет происходить ДТП. А что касается фоторадаров, такая, естественно, популярная тема, и стационарные, и переносные. Вот, что касается стационарных фоторадаров, всегда надо будет дискуссии, где их лучше устанавливать, одни считаешь на трассе, другие говорят, что нет смысла, потому что там есть отбойники, и это не для безопасности движения, это для того, чтобы деньги собирать, а нужно их устанавливать, не знаю, возле школ, ну, там, где есть ограничения, там, 30, может быть, переносные больше ставить, даже и там, где пешеходные зоны, потому что, ну, очень часто 20 там не соблюдается, вот, какая позиция, вот, полиции на сей счет? Не, ну, мы, в принципе, каждый радар, который мы где-то ставим, мы проверяем, анализируем, что там происходит, это, и статистику тоже, да, именно так, и есть даже МК, 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 как это надо делать, и это все согласовывается с ЦСД, да, это не просто так, его придумали, поставили, есть места, где люди звонят, что надо поставить, переносную, конечно, очень много таких звонков, но не везде можно это сделать, поэтому, ну, тут надо, наверное, не обижаться на полицию, что мы просто физически не можем его там поставить, не можем там создать эти условия такие, чтобы он работал, но, кстати, ну, тут опять, поставим где-то в жилой зоне, где 30, одна часть говорит, ой, хорошо, а потом, многие люди пишут заявление, там, страшные всякие письма, почему там поставили, деньги хотите взять, это вот, всегда будут люди, кто за, и кто против, именно, где эти маленькие скорости, которые обычно никто не соблюдает, это там самое большое, это негодование людей, когда уже приходит много протоколов, за нарушение, ну, вот, такая ситуация у нас. Я, кстати, с фоторадарами, в последнее время приходилось по Латвии достаточно много ездить, и обратила внимание, что фоторадары, как правило, чаще всего стоят там, где меняется скорость, то есть, с 70 на 50, там, через какое-то там 100-200 метров, стоит фоторадар, то есть, когда вот идет это понижение, и тогда через какое-то время, там, или въезд в населенный пункт, и так далее, тогда вот там стоят фоторадары, как правило, ну, может мне так, пожалуй. одни стоят в местах, где обычно, где переходит, скажем, какой-то скоростной режим, есть школа, есть пешеходный переход, и там, чтобы эти водители не ехали больше, скажем, на 70, а переходили на 50, поэтому там стоит, как превентивное средство, потому что иначе, ну, никак, если водитель не соблюдает, им кажется, что это какое-то маленькое село, я пролечу его, и все, но там, по статистике, ходят люди, по разным причинам, происходит ДТП, поэтому там радар и стоит, и сейчас мы летом, скажем, многие радары повернули в другую историю, ну, как бы, они ловят те машины, которые уже номер не спереди, а сзади, это именно для мотоциклистов было сделано, потому что мотоциклисты у нас сейчас очень такие интересные люди, они все, всякие вещи делают со своими номерными знаками, переворачивают их, загинают, мы с этим боремся, и именно для этого сделаны радары, чтобы именно бороться с мотоциклистами, то есть есть радары, которые сзади будут, ну, они, перед тем было, но сейчас, ну, уже многие радары мы на мостах повернули, чтобы именно работать с мотоциклистами, В прошлом году была статистика, что около 4 миллионов евро водители иностранцы не заплатили за фоторадары, в этом году есть уже какие-то цифры? Цифры по сути не меняются, это где-то половина платит, и половина не платит, просто сейчас уже мы рассылаем за рубежа такие письма, ну, как бы просим заплатить, есть регула, где сказано, за какие нарушения мы такие письма высылаем, нашим водителям высылают, скажем, Эстония, Литва, там, все равно Франция или Бельгия, и мы высылаем, ну, вот этот момент чуть-чуть улучшил ситуацию, многие платят, именно тех, кто может быть чаще ездит, тут рядом нам, Литва, Эстония, потому что, если они знают, что опять надо ехать, чтобы не было проблем, они лучше заплатят, потому что там система такая, в Эстонии, если ты не хочешь, скажем, ну, если ты согласен с этой скоростью, то тебе 3 евро за километр, ну, если не согласен, то простое административное дело, там уже с пунктами, возможно с решением прав, в Литве ситуация, чуть-чуть по-другому, у них, скажем, если тебе штраф 100 евро, если ты согласен, сразу 50% тебе СБУ убирает, и поэтому люди так много жалоб, как у нас не пишут, у нас пишут за все, все время, и очень много, даже на фоторадары, именно за фоторадары, а почему так, почему это вообще борьба в то время? Абсолютное большинство, большинство случаев это фоторадары, что касается, да, мы уже сказали с самого начала, что ресурсы, наверное, вот полиции ограничены, насколько активно люди пользуются вот этими согласованными выдавлениями, когда, в принципе, понятно, что, ну, особо полиция не нужна, есть, нет пострадавших, я имею в виду физических лиц, там, две машины, да, вот, какая-то там царапина, могут дальше передвигаться, можно и заполнять. Ситуация тут улучшилась, конечно, но мы бы желали, чтобы она улучшилась бы раза три, потому что, получается так, что полиция в регионы вызывает там 60 километров от центра города, приезжает, а у них просто нету с собой этих, документов. Да, вот я хотел сейчас сказать, и полиция, как курьер просто привозит, рассказывает, и просто теряет свой ресурс, из-за того, что мы, были разные компании, и Алтаб, и ЦСДД, все время напоминает, поставьте документ в машину, и какая-то проблема. Даже телефон сейчас можно ставить. Да, именно так. Ну, ладно, может быть, тот-то там... Да, возьмите на заправке, вот это согласовано. Именно так и согласовано, и чтобы не тратить полицейский ресурс, потому что это не только ресурс, это время, поскольку полиция занята разными формированием ДТП, и она просто не успевает приезжать вовремя, и тогда человеку надо ждать, а если это город, это центр, то это опять создает пробки из-за простой царапины, которая, ну, скажем, там, в европейских странах вообще никому даже не интересовала бы. Да, я хотел сказать, там они на парковке, друг друга так чуть-чуть... Толкают именно так. Подумаешь, одна царапина больше, долгая меньше. Особенно там Италия, Франция, там вообще про Америку я вообще молчу. Да. По поводу, езды без прав. Вот я как раз к этому, да. Новое правило, разрешили ездить без прав для водителей. Нет, неправильно ты сказал. Без права собой не брать. Да, саму... Потому что без прав у нас есть. Сам документ можно собой не брать. И тех паспорт можно собой не брать. Да, но надо быть тогда карточкой ID. Да, но а вы готовы? У вас есть вот эта база, вы можете пробить, посмотреть, и все? Мы перед тем были готовы. Мы все всегда проверяли в базе данных. А вот как ты заполнишь согласованное уведомление? Опять надо звонить в полицию, чтобы тебе помогли. Ну, а если у тебя с собой нет документов? Нет, ну, это вопрос такой. Ну, вот, в принципе, по сути, получается так. Но этот вопрос до конца не решен. Но, в принципе, заполнять тогда человек должен знать, какой у него хотя бы номер. Он должен знать свой номер. Сфотографируйте водительские права, чтобы было в телефоне и все. Многие уже забыли, где у них отста оформлено, в какой фирме. Ну, именно так. Но, что легко проверить. С собой можно зайти. По сути, составляет этот протокол. Главное уже для пострадавшего, чтобы было окно. Он это может проверить. Он заходит просто на страницу Алтаба, пишет номер машины и видит, что окно есть. Есть, да. Так что, тут главное, чтобы страховка была для пострадавшего, как бы. Но не так уж и много этим все-таки пользуется. Многие даже водители еще не знают, что, скажем, у них там медицина уже кончилась. Да, это серьезная проблема, да. 672 12 93 9, 672 13 93 9. Еще пару минут есть у вас для того, чтобы задать свой вопрос. Мы сейчас примем звонок. Добрый день или доброе утро. Слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. У меня вопрос к вашему гостю. Пожалуйста. Как раз по улице Крышин-Барона. Там получается так. Трамвай, якобы брусчаткой сделан для машины, на полмашины, и велосипедная. И нарисован велосипедик краской на брусчатке. Да, на дороге. Знаков нигде нет, что это велосипедная дорожка. То, что нарисовали краской, ну, мы можем там и слона нарисовать. Вот все-таки статус – это велосипедная дорожка или нет? Спасибо. Спасибо. У меня сейчас статус. Уже есть правила дорожного движения. Есть эти обозначения. А этот статус значит, что это велосипедно-транспортная дорожка. То есть, делить надо обои. Рекомендованная. Да, рекомендованная. Поэтому это не велосипедная, не транспортная. Она в правилах дорожного прописана, как такая и такая. Надо просто делить. В принципе, на большом отрезке дороги Крышина-Барона можно ехать так, что оба проезжают. Конечно, если велосипед по три едут рядом. Такое тоже бывает. Не является ли все-таки, как вам кажется, ошибкой то, что разрешили велосипедистам переезжать вот эти переходы, не слезая с велосипеда? Потому что раньше мы знали, что он должен подъехать к пешеходному переходу, слезть с велосипеда, велосипед вести рядом с собой и проходить. Сейчас, ну, как мы уже сказали, я, к примеру, стараюсь, если я их издалека уже вижу, я на всякий суть притормаживаю, потому что потом будешь долго разбираться, с какой скоростью он там ехал. Он несется как ненормальный. Не, ну, лично я никогда эту идею, она мне никогда не нравилась. Поэтому, ну, согласовали ЦСДД, это главное, кто проводит этот закон, они посмотрели европейские документы там разных экспертов и все-таки посчитали, что если люди будут соблюдать все нормы, то это не должна быть проблема. Ну, как видно, наш менталитет все-таки не такой, как в Европе, инфраструктура тоже не такая, мы забываем, что для велосипедиста, по сути, нет переходов таких, где, как бы, бесконфликты, где ты можешь пройти или проехать, именно ты и машины в этот момент или пешеходы не идут. Ну, улица Сколос, наверное, самая такая, там даже светофор есть отдельно. Отдельно, вот, это, наверное, самая правильная сделанная, она отделена от проезжей части, там нету конфликта ни с пешеходами, ни с машинами, но все остальное это что-то непонятное, ну, так бы. Еще, наверное, один звонок успеем в завершении принять. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Так, еще один звонок, доброе утро, слушаем вас. Доброе утро. Да, пожалуйста. Вы знаете, у меня два таких вопроса. Очень коротко попросим времени у нас. Коротко, хорошо. Есть ли какие-то правила проезда пешеходных переходов для велосипедистов, нерегулируемых и регулируемых, и будете ли вы проводить рейды, чтобы наказывать тех, кто неправильно переезжает в пешеходные переезды? Велосипедисты, я имею в виду. И второй вопрос. Почему бы нам не сделать, как в Англии, если штраф уплачен в срок, то его стоимость в половину меньше? Спасибо. Вот такие два вопроса. Ну, рейды, конечно, проводить не будем. В общем, это в рабочем порядке. И понимать, что опасно, а что нет. А что касается штрафов, то и сейчас в Латвии есть какие-то штрафы, которые на месте, скажем, можно сразу половину заплатить, если нет нарушений. Ну, там целый список должно быть всяких. Почему, если нет за год штрафов, там нарушений, еще там, тогда уже на месте полицейские составляют протокол на половину меньше штраф. Да, он же смотрит, что есть штрафные, нет. В базе данных все проверяет и все видно. Может быть, хотел напомнить водителям, на этой неделе начнет работать система автоматическая, так называемая аэровинетис. Это именно тем транспортным средством, которые занимаются грузоперевозками. Более трех с половиной тонн, и это будет автоматически, как фоторадары. То есть, если нет, это аэровинетис. Да, и там все большие джипы с кузовами, все теперь подпадают, минимальный штраф 500 евро. Вот так вот. Проверьте на всякий случай. Так же, как и медицинскую карту, потому что это, правда, тоже несколько знакомых, которые водительские права есть, да, тебе как-то ничего не напоминает о том, что у тебя 10 лет назад была проведена... Ну, медицинская карта будет чуть-чуть подешевле, но вот это уже довольно дорого. Спасибо, заместитель начальника Бюро государственной полиции по надзору за движением. Андрей Слотс был у нас в студии. Мы продолжим с обзором прессы.